Сегодня терапевтический корпус 2-й горбольницы Белгорода вновь начал принимать плановых пациентов. До этого с марта в обычный режим работы уже перешел хирургический блок. Главный ковидный госпиталь действовал ровно год. Усилиями врачей от коронавируса излечились 2880 пациентов. Глава региона Вячеслав Гладков сегодня лично встретился с медиками, чтобы поблагодарить их за стойкость в непростой период пандемии. С подробностями Наталья Войтенко. Палаты терапевтического корпуса готовы к приему плановых пациентов. Целый год здесь спасали жизни больных коронавирусом. Только в этом блоке на 180 коек вылечили почти 3000 белгородцев. В главный ковидный госпиталь привозили самых тяжелых больных. Руководитель региона лично поблагодарил докторов за их самоотверженность. Хотел от всех жителей области сказать вам большое спасибо за то, что вы сделали. Потому что понимаю, что здесь словами трудно объяснить. Тот объем работы, та нагрузка, которая была на вас. Как нелегко приходилось медикам, глава региона Вячеслав Гладков видел своими глазами. 23 ноября, в свой первый рабочий день на посту руководителя области, он отправился в красную зону 2-й городской больницы Белгорода. Тогда на этой площадке было развернуто порядка тысячи коек для больных коронавирусом. Сменив официальный дресс-код на противочумный костюм, Вячеслав Гладков сразу отметил. Выдержать восьмичасовую смену в таком облачении, как это делают медики, непросто. В начале марта к прежнему режиму работы вернулся хирургический корпус, а теперь и терапевтический. Сегодня глава региона на встрече с персоналом 2-й городской поделился волнением по поводу ковидных антипрививочников. Уговариваю всех, убеждаю, потому что начинают придумывать такие страхи, что волосы поднимаются на голове. Если уже совсем скептики, то давайте мы их на экскурсии в реанимацию приведем, в воде не приведем, и весь скепсис пройдет моментально. Ну и вот я им тоже всегда говорю. В ближайшие две недели темпы вакцинации в регионе планируют нарастить втрое. По тем коллективам, где идет максимальное взаимодействие, например, по сельхозотрасли, то есть чтобы один работающий приводил сюда на вакцинацию еще свою семью, чтобы предприятия включились, чтобы нам увеличить доступность. Если заболеваемость так и будет идти на спад, то закроют еще одно отделение для больных коронавирусом в детской областной больнице. Другая тема, которую Вячеслав Гладков обсудил с медицинским сообществом – нехватка кадров. Белгородским больницам, поликлиникам и офисам семейных врачей не хватает порядка 170 докторов и 200 специалистов среднего звена. На сегодняшний день у нас три ставки главных врачей не укомплектованы. У нас нет главных врачей. Поэтому, ну, дальше, на самом деле, идти больше некуда. Задача – разработать комплексную программу по обеспечению кадрами системы здравоохранения. Базовая мера поддержки – жилье. Цель амбициозная. До конца года медицинские учреждения региона должны быть укомплектованы кадрами на 100%. Наталья Войтенко. Такой день на Мире Белогория.